Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Дело Волга-Кредитбанка постепенно движется к развязке. Уже в этом месяце вкладчики банка, оказавшегося конторой мошенников, начнут получать выплаты по своим вкладам, как отстаивали свои права несколько тысяч самарских жителей. На митинге обманутых вкладчиков около Дворца спорта ЦСК ВВС побывала Анастасия Зубрева. Нам обманывать не надо! Усподите наши вклады! Почти три тысячи человек на площади. Большинство из них – пенсионеры, дети войны и ветераны. Звучат военные песни. Но этот митинг не посвящен Дню Победы. Хотя его участники надеются, это еще один шаг к их победе над мошенниками. Людмила Попова в Волга-Кредитбанк вложила несколько сотен тысяч рублей. Все, что заработала за всю жизнь. Когда стало известно об отзыве лицензии, пришла за вкладом. На ее счету оказалось меньше 50 тысяч. Стыдно! Стыдно нашим мошенникам! Стыдно этим молодым председателям банка Волга-Кредит! Волга-Кредит! Молодые люди украли! У кого? У пенсионеров 93% было пенсионеров. И у них украли. Закон о страховании вкладок не находит! Покоронили! Его покоронили! Вкладчики уверены – без поддержки коррумпированных чиновников. И прикрытие некоторых недобросовестных сотрудников полиции в этом громком деле явно не обошлось. Троим вкладчикам эта афера стоила жизни. С сердцем плохо стало и одной женщине на митинге. У кого есть телефон? Давай, тебе! Все, хай-хай-хай! Ну, вызовите скорую! Заплатить за такие потери мошенники должны не только рублем. Виновные окажутся за решеткой. Что касается денег обманутых вкладчиков, уже в марте Федеральное агентство по страхованию вкладов начнет выплаты. Сейчас создается рабочая группа при участии Генпрокуратуры, Центробанка и Следственного департамента МВД. Решение по Волгокредитбанку начать выплаты в досудебном порядке беспрецедентное. Решения, которые состоялись, это большая заслуга и инициативной группы, и самих вкладчиков, которые проявили солидарность и организованность. Если у гражданина есть документ, подтверждающий открытие им вклада, наличие на этом вкладе какой-то суммы, которая сегодня не соответствует представленному официальному реестру, условно, человек положил 500 тысяч, а сегодня в базе банка показывается только 50 тысяч, то эту недостающую разницу ему будут выплачены в досудебном порядке при условии, что эти сведения отражены во втором реестре. 80% вкладчиков смогут полностью вернуть свои деньги в течение полутора месяцев. Представители инициативной группы в целом результатом работы довольны. И мы надеемся, что эта процедура будет проходить как можно более адекватно, наверное, как можно более лояльно относительно людей. И по максимуму быстро, конечно, хотелось бы. Мы будем все для этого делать, чтобы ускорить этот процесс. Отдельно будут рассматриваться вклады, которые были сделаны непосредственно перед отзывом лицензии. Таких оказалось не более 20%. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События. С этой недели на работу в городе выходят уличные пылесосы. Глава администрации Самары Олег Фурсов провел объезд пяти районов города. Основное внимание было уделено уборке улиц. В инспекции приняли участие главы районов, представители департаментов ЖКХ, благоустройства и экологии. Глава администрации Олег Фурсов провел объезд пяти районов города. В Ленинском и Самарском с уборкой снега справились. А вот мусор вывезли не везде. За время объезда Самарского района вместо заявленных 55 уборщиков удалось встретить только 6 человек. Глава администрации особо подчеркнул. За некачественную уборку управляющим компаниям и подрядчикам будет уменьшен объем субсидий с городского бюджета. Подобные санкции уже применены компаниям Кедр-1 и СКК. За январь подрядчикам не выплатили в общей сложности почти 2,5 миллиона рублей. Уже ясно, по итогам февраля часть работ также не будет принята. Замечания к уборке появились и в ходе объезда Октябрьского района. Сейчас необходимо нам срочно провести вырошение снега и ежедневно организовать подбор этого мусора. Также мы обратили внимание, там где еще есть синевые тротуарные дороги, и там где есть еще снег, и там где есть лед особенно, необходимо буквально за 2-3 дня справиться с этой задачей. Очистить все тротуары для того, чтобы жителям шлось совершенно нормально по нашим дорогам. Итоги объезда пяти районов города глава администрации подвел на еженедельном совещании в мэрии. В этом году с территории города вывезено рекордное количество снега – более 600 тысяч тонн. За всю прошлую зиму вывезено порядка 500 тысяч тонн. Мэр поручил мобилизовать на весеннюю уборку спецтехнику всех муниципальных предприятий. С этой недели на работу в городе выходят уличные пылесосы. Увеличится и штат дворников. На уборке улиц уже задействованы 27 человек, осужденных за административные правонарушения. Поскольку самарцы неохотно нанимаются на такую работу, в ближайшее время планируется нанять до 150 человек из числа иностранных мигрантов. Сейчас на площадях городского центра занятости оказывается полный комплекс услуг по выдаче патентов иностранной рабочей силе. Поэтому я прошу подготовить необходимые шаги, чтобы как можно быстрее принять нормативное количество дворников, чтобы город у нас был чистый. Также глава администрации поручил проверить участки, где зимой проходил ремонт теплосетей. Тогда заасфальтировать их было сложно из-за промерзшей земли. Мэр распорядился провести учет каждого участка и благоустроить их как можно быстрее. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Ремонт не должен портить внешний вид города. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил профильным департаментам тщательнее следить за благоустройством при работах на Московском шоссе. Из-за строительства подземных переходов и вывоза грунта часть земли оказывается на поверхности дороги. Грузовики разносят ее колесами, загрязняя улицы. Ремонт на Московском шоссе областной Минтранс ведет с начала марта. По плану после ремонтных работ на одной из главных магистралей города появится три подземных перехода. Работа на двух уже ведутся. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил профильному департаменту и административно-технической инспекции тщательно следить за соблюдением норм благоустройства. Тяжелые грузовики ежедневно вывозят большое количество грунта. Грязь остается на дорогах. Выйти тогда надо у нас у подрядчика и предупредить о том, что будем наказывать, если грязь будут вывозить с газонов. И там автобусная остановка по правой стороне, там что-то вообще невероятное. Там то ли отсыпали крошкой асфальта, то ли это грязь какая-то тающаяся. Значит, тоже надо посмотреть по линии ГАТИ и, Сергеевич, по вашей линии, чтобы там порядок все-таки навели. Сейчас движение на Московском шоссе ограничено по четырем полосам. Для движения транспорта остаются три полосы. Они разделены на два потока. Из-за ремонта дороги возросла нагрузка на близлежащие улицы. Скоро плотность движения станет еще больше. Как только потеплеет, начнутся работы по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. В этом же году предполагается приступить к началу работ по строительству двух уровнях транспортных развязок. Эти развязки будут строиться на пересечении Московского шоссе Кирова и Московской шоссе Ракитовское шоссе. Соответственно, строительство этих развязок также будет предполагать частичное ограничение движения транспорта по Московскому шоссе. Чтобы водителям было проще выстраивать маршрут объезда перекрытых участков, городской департамент благоустройства и экологии совместно с госавтоинспекцией разработали комплексную схему производства работ улично-дорожной сети. На ней будут отмечены все места, где идет ремонт. Схема появится в сети интернет в ближайшие дни. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Павел Пресняков. События. В последние дни улица Карла Маркса претендует на статус Самарской Венеции. Растаявший снег превратил проезжую часть в двухкилометровое озеро. Почему такая история повторяется каждую весну, выяснил наш корреспондент. Это видео, снятое самарскими блогерами, набрало в интернете десятки тысяч просмотров. Часть улицы Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Алма-Атинской с приходом весны стала похожа на Венецианский канал. Городские власти на проблему отреагировали быстро. Тут же на место выехала бригада рабочих. Еще недавно уровень воды на этом участке достигал 20-30 сантиметров. Сейчас местами по щиколотку, а кое-где и того меньше. Воду здесь откачивают круглосуточно. Работы не прекратятся, пока не растает весь снег вдоль дороги. На этом участке дороги нет ливневой канализации, поэтому приходится привлекать спецтехнику. За 12 часов рабочие откачивают насосными машинами от 150 до 200 кубометров воды. Чем выше температура, тем тая не усиливается. Будем откачивать воду. В зависимости от температуры воздуха количество техники варьируется в ночное и дневное время. Трех машин достаточного смены. Мы поддерживаем уровень. Разлившуюся воду собирают в цистерны и сбрасывают в ливневую канализацию. По словам специалистов, этот участок один из самых сложных в городе. Локальный поводок здесь происходит ежегодно и на какое-то время затрудняет движение машин. Впрочем, автомобилисты из воды выходят сухими, а пешеходы в промзоне – редкие гости. К тому же снег скоро растает. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Две крупных межрегиональных дилерских сети, которые занимались оптовым сбытом новых видов синтетических наркотиков, обезвредили в Самаре. В ходе операции изъято свыше 39 килограммов синтетики. Зима для службы наркоконтроля выдалась горячей. В день случалось до 10 задержаний в разных точках области. В коротком перерыве между спецоперациями сотрудники наркоконтроля отметили свой профессиональный праздник. Несмотря на свою хрупкость и женственность, конвоир Ирина Складнева внушает преступникам страх. Убежать от нее они даже не пытаются. Женщина отличается феноменальной скоростью, ловкостью и, что самое главное, меткостью. Ирина стала абсолютной чемпионкой России по биатлону в соревнованиях среди сотрудников службы наркоконтроля. Я живу в Новосемейкино, где тоже не совсем благоприятная обстановка. Я дополнительно вечерами встречаюсь с детьми, там, где я непосредственно нахожусь. Я гуляю с детьми в субботу, беру нагрузку на себя, чтобы научить их кататься на лыжах. Сила тела и духа отличает всех сотрудников службы наркоконтроля. Чтобы побороть наркомафию, разрабатывают целые спецоперации. Бойцам отряда спецназ порой приходится производить по нескольку захватов в день. Потому все сотрудники активно занимаются спортом, стрельбой и постоянно участвуют в учениях. Спецназ у нас очень часто привлекается на оперативные боевые мероприятия. И у нас были случаи, когда и в нас стреляли. Это было в 2005 году. У нас одного сотрудника ранили в руку, другого спас бронежилет. Более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили сотрудники областного наркоконтроля за 12 лет своей работы. Благодаря успешно проведенным операциям пресечена деятельность почти 300 организованных групп и 8 преступных сообществ. 12 лет для истории – это чепуха. Для тех, кто несет службу в ваших органах, конечно, это очень многое значит. Вам постоянно приходится сталкиваться с негативом. Больше времени, по крайней мере, с негативом приходится сталкиваться. Конечно же, в определенной степени это влияет на семейные отношения, на здоровье. Для нас крайне важна ваша принципиальная работа в этом плане. Потому что люди, которые употребляют наркотики, это не только искалеченные души, поломанные судьбы, несчастные семьи. Это еще и прямой ущерб нравственности в городе, прямой ущерб экономики. И мы вместе с вами должны в этом направлении вести самую бескомпромиссную решительную борьбу. За 12 лет своей деятельности сотрудники управления ФСКН по Самарской области из незаконного оборота изъяли почти 3 тонны наркотиков. Благодаря успешным операциям до потребителей не дошло 12 миллионов доз. Алина Чемерис, Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Повысить знания родной грамматики и подготовиться к написанию тотального диктанта, предлагают самарцы. В Поволжской социально-гуманитарной академии в корпусе на улице Антонова-Овсеенко открыты бесплатные курсы по русскому языку. Занятия будут проходить по средам. Начало в 18.30. На уроки приглашают всех желающих. С собой необходимо взять только паспорт, ручку и тетрадь. На ближайшем занятии, 18 марта, слушателям расскажут о правилах постановки знаков припинания. А 1 апреля, после лекции на тему культуры речи, пройдет викторина, правильно ли мы говорим. Полученные знания самарцы смогут применить 18 апреля. Сев за парту в рамках Всероссийской акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Самые яркие, самые умные, самые креативные учителя губернии начали борьбу за звание лучшего из лучших. Конкурс «Учитель года-2015» в этом году юбилейный. В области он проходит в 25-й раз. О профессионализме самарских учителей знают далеко за пределами области. Последние годы финалисты от Самары всегда входили в пятерку лучших учителей по стране. Подробности в нашем сюжете. История только со страниц учебников, и это прошлый век, уверен Николай Васильев. Хоть и рассказывает о делах давно минувших дней, на своих уроках идет в ногу со временем и даже пытается опередить. Интернет, жаркие дискуссии, экскурсии, археологические раскопки. В школе Николай Владимирович работает только пятый год, но уже стал авторитетом для ребят. Должно быть четкое уважение друг к другу и плюс материал, который ты даешь для учеников. Если он интересный, они увлекаются, да, есть результат. Если им неинтересно, ты не заинтересовал их, да, конечно, здесь и проблемы могут быть с дисциплиной и другие проблемы. Интерес и увлеченность нужна и в работе с учениками младших классов. А метод пряника – лучшие средства двоих за поведение. Проблем с дисциплиной не было никогда. Говорят, что любовью и лаской на ниточке можно вести и слона. Ну, наверное, может быть, это одно из моих правил и принципов. 20 лучших педагогов губернии делятся с коллегами своим опытом и собственными наработками. Областной финал конкурса «Учитель года-2015» вышел на финишную прямую. Это конкурс профессионального мастерства. В нем участвуют и побеждают самые лучшие. «Учитель года» – это такой камертон, с которым сверяют свою работу все остальные учителя, все остальные педагоги в школах Самарской области. В этом году акцент будет сделан на интерактивность педагогики и обратную связь с детьми. Пять финалистов определятся уже 20 марта, а в апреле будет названо имя «Учитель года-2015». В качестве приза его ждет автомобиль и миссия представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Отдохнули от уроков с пользой самарские школьники, побывавшие в кинотеатре «Вертикаль» на некоммерческом показе уникального фильма «Зеленая планета». Как первый подснежник пробивается сквозь снежные покровы. Как распускаются лепестки. Начало весны им показали во всей красе на большом экране. Картина в мельчайших деталях рассказывает о жизни леса, которую не затронула цивилизация. Узнать, что делают в Наре новорожденные лисята, будто под микроскопом разглядеть каждую лапку муравья и за минуту увидеть, как вырастает и распускается цветок. Уникальный документальный фильм «Зеленая планета». Рассказ о жизни леса, как ее видят сами лесные обитатели. Годами кинокамеры следили за жизнью растений и животных, оставаясь незамеченными. В Самаре такое кино показывают впервые. Один из сеансов киноцентр «Вертикаль» сделал бесплатным. В кино пригласили самарских школьников. Это некий урок биологии, но очень простой, доступный, понятный и нереально красочный, красивый. То есть фильм создавался около шести лет по специальной технологии для большого экрана. Задействовано очень много макросъемок, очень красивых планов. Научно-популярное кино может увлечь десятилетних детей не меньше блокбастера. Такой природы они еще не видели. «Мне фильм этот понравился пейзажами, еще музыкальное сопровождение подобрано вообще как надо». Я узнал для себя о том, что разные насекомые даже в грибах могут жить, и что каждый обитатель леса в чем-то нужен. В киноцентре «Вертикаль» считают, именно такое кино надо показывать детям. В планах развивать образовательное направление. Фильм «Зеленая планета» для широкого зрителя в Самаре покажут еще дважды. 17 и 18 марта. Начало сеансов 18-20. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самарагиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. Депутат от КПРФ Николай Рябов предлагает увеличить подоходный налог с 13 до 16 процентов. И сделать это, по его мнению, надо уже в следующем году. По его мнению, в России крайне высокая дифференциация доходов. И 10 процентов населения имеют самые высокие доходы, многократно превышающие низкие доходы. Рябов предлагает ввести прогрессивный налог. Такое уже действовал в стране с 92 по 2000 год. И, кстати, дело ничем хорошим не закончилось. А чтобы избежать уклонения от уплаты налогов Николая, Рябов предлагает просто повысить нынешнюю единую ставку подоходного налога на 3 процента. А параллельно для компенсации потерь малоимущих освободить от налогообложения доходы, равные минимальному размеру оплаты труда. А это 6 тысяч рублей в месяц. Очевидны две вещи. Первое. Гражданин Рябов, похоже, плохо представляет, как люди в России живут настолько оторвался от реальности. Тем, кто голосовал за Рябова, надо бы серьезно подумать на своим проступкам. Это второй пункт. 4,5 миллиарда рублей выделят ипотечным заемщикам, оказавшимся в критической ситуации. Государство поможет реструктуризировать кредиты через агентство по ипотечному жилищному кредитованию. На получение помощи смогут претендовать заемщики, у которых размер ежемесячного дохода, включая членов семьи, за вычетом платежа по ипотечному кредиту, деленного на количество проживающих с ним родственников, окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума. Есть и еще некоторые требования по площади и стоимости жилья. Число российских туристов, посетивших Эстонию в январе нынешнего года, сократилось более чем на 21 тысячу человек, или на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Департамент статистики страны. Из-за этого Эстония в 2015 году может потерять более 50 миллионов евро. Зато Эстония исправно голосует за санкции. Очевидно, это выгодно. Российский фондовый рынок открыл неделю снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1624 пункта. Аутсайдеры – Мичел, Фармстандарт, КамАЗ, Сбербанк и Мегафон. Среди лидеров Роста – Полиметалл, Фосагра, Яндекс и Алроса. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в отрицательной зоне. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Нефтяные котировки снижаются. Курс доллара на 16 марта – 61,31 рубля. Курс евро – 64,96 рубля. Золото стоит 2279 рублей за грамм. Серебро стоит 30,91 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 54,59 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Красные крылья сложили крылья в единой лиге. Хоккеисты ЦСК ВВС бьются за выход в полуфинал российской хоккейной лиги. Крылья советов выиграли первый матч весеннего чемпионата футбольной национальной лиги. Крылья советов на Металлурге принимали Сибири. Уже на 21-й минуте гости открыли счет. Незадолго до перерыва крылья счет сравняли. На добивании не промахнулся Денис Ткачук. В начале второго тайма советы продолжили натиск на ворота Сибири. Алан Чочи в итоге поставил победную точку в матче 2-1. И теперь у Крылья в четвертое место в футбольной национальной лиге. ЦСК ВВС сравнял счет в серии игр плей-офф российской хоккейной лиги. Четвертый матч закончился победой летчиков над ямальскими стерхами 2-1. Первый период остался сухим на голы. И только на восьмой минуте второго за 60 секунд соперники обменялись шайбами. Третий отрезок времени тоже оказался засушенным. Исход поединка решил овертайм и военный летчик Сергей Горлов 2-1. Кто пролетит мимо полуфинала российской хоккейной лиги, ЦСК ВВС или ямальские стерхи, станет ясно после пятого матча пары. Во вторник в ноябрьске. В чемпионате единой лиги красные крылья в Подмосковье уступили местным химкам. И серии задних поражений самарской команды продолжается. Проигрывать красные начали уже в первой четверти, уступая 20 очков. Второй отрезок прошел на равных, поэтому разница в счете почти не изменилась. После большого перерыва химки довели счет до разгромного 95-54. Красные крылья продолжают прозябать на дне турнирной таблицы единой лиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова